Доброе утро! В эфире рубрика «Красота и здоровье» и с вами я, Ольга Хамат. Каждое утро перед нами, девочками, стоит вечная проблема – как делать быстрый макияж. И макияж бровей имеет особенное значение, так как брови – это тренд. Прежде чем приступить к макияжу бровей, да и не только к макияжу бровей, посмотрите на себя в зеркало и улыбнитесь. И помните, вы – яркая индивидуальность. Построение бровей нужно условно разделить по пяти точкам. Сейчас я покажу вам основные направления и эти точки. Головка бровей – в ней находятся первые две точки – верхняя и нижняя. Тело бровей, которое переходит плавно в наивысшую точку бровей, называемую апекс, это точка 3 и 4, которые нам показывают, как высоту брови – точка 3, и ширину брови – точка 4, и непосредственно хвостик, который является направляющим. Одна из главных линий – это условная линия горизонта. Она находится на низшей точке у головочки и хвостик. Соответственно, наша бровка должна находиться именно на этом расстоянии. Ширина от точки 3 и 4 не должна быть шире точки 1 и 2. Брови по природе асимметричны. Не нужно их делать абсолютно одинаковыми. Их просто немного нужно подкорректировать. Для начала расчершим брови. Сначала вверх. А теперь полноправленные брови. В макияже брови удобнее всего использовать скошенную кисть. Начинать макияж нужно с хвостика. Именно эта часть брови является самой интенсивностью подсветки. Когда наш хвостик готов, приступаем к прорисовыванию тела бровей. Для этого мы прорисовываем линию от нижней точки 2 к нижней точке 3. Маленький лайфхак. Начинайте макияж бровей с неподручной стороны. Тогда второй бровь вы быстрее выглянете в симметрию. Различные виды материала, которые используются при макияже бровей. Благодаря им можно достичь разнообразного эффекта. Сыпучие продукты мы добиваемся эффекта пудрового напыления. Сейчас очень моден при использовании татуажа бровей. Карандаши, которые имеют более четкий контур, можно прорисовать отдельные волоски. Макияж бровей практически завершен. Нам осталось добавить несколько акцентов. Для этого мы будем использовать хайлайтер. И последний штрих – это всеми полюбившийся гель для укладки бровей. Один маленький, но очень глобальный нюанс. Яркие брови потребуют к себе более яркого макияжа. Будьте внимательны. Наш макияж закончен. Вы видели сами это очень легко. Главное – немного тренировки. С вами была рубрика «Красота и здоровье». И я – Ольга Хама. Девочки, будьте счастливы, будьте индивидуальны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова